Приветствую, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы рассмотрим народный бюджетник от компании Xiaomi под названием Redmi 9T, который в первую очередь, наверное, призван конкурировать со смартфоном Poco M3. Как вы знаете, Poco это тоже у нас суббренд Xiaomi. В общем, Xiaomi выпускают смартфоны, которые конкурируют с смартфонами Xiaomi. Вот такая вот у нас парадоксальная ситуация. В общем, в этом видео, естественно, сопоставим его с Poco M3, рассмотрим ключевые различия этих двух аппаратов и также предлагаю сопоставить этот смартфон с старшим собратом Redmi Note 9T, для того, чтобы вы понимали, стоит ли привлачивать за более такую вот старшую продвинутую модель. Уставайтесь поудобнее, с вами канал Smart Life, поехали! На сегодняшний момент времени цена на Redmi 9T вардируется в районе 17 тысяч рублей. Это неоправданно высокий прайс, как для этого железа. Для сравнения, Poco M3 стоит в районе 13 тысяч, а вот Redmi Note 9T в районе 18. Так что стоимость на Redmi 9T вполне адекватная, как по мне, должна составлять в районе 14 тысяч рублей, не более. В стандартный комплект поставки входит различные инструкции, силиконовый чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство на 22,5 Вт, ну и смартфон, на который уже наклеена защитная пленка. Смартфон продается в четырех вариациях цвета, черным, синим, зеленым и оранжевым, как в моем случае. Диагональ его составляет 6,53 тюймов при соотношении сторон 19,5 к 9 и Full HD Plus разрешений. Матрица IPS имеет закругление 2 и 5D и стекло у нас ударопрочное грилоглаз третьего поколения. Значит, олефобное покрытие на пленке и на экране присутствует достаточно неплохого качества. В верхней части у нас расположилась фронтальная камера с капелькой и разговорным динамиком, индикатора событий, к сожалению, у нас нет. Внизу подбородок толщиной в 5 мм, управление жестами тут у нас реализовано. На верхней грани у нас расположился 3,5G для наушников и капот для управления бытовой техникой, и также перфорация для вот этого разговорного динамика, для того, чтобы стерео распространялось не только на переднюю грань, но и на боковую. Очень грамотное и правильное решение. На нижней грани у нас динамик основной, разъем USB Type-C и отверстие для разговорного микрофона. С правой стороны кнопка питания, в которой встроен сканер щитков пальцев, и кнопка регировки громкости. С левой стороны полноценный лоток под Windows 7 и microSD карточку. Сюда можно установить, то есть ничем вам жертвовать не придется. На задней грани видим надпись компании Redmi, смотрите, здесь различные ненужные информации. И тут мы видим основную камеру, состоящую из 4 модулей, раз, два, три, четыре, со вспышкой. Вот такая вот реализация. А крышка у нас рельефная, как видите, такие вот у нас от камеры, такие вот лучи идут цветовые. Смотрится, в принципе, красиво, необычно. В целом, как бы дизайн очень даже неплохой. А крышка полностью выполнена из пластика, рельефный пластик, то есть отпечатки пальцев, само собой, собирать он не будет. И царапины тоже собираться не будут. То есть в плане практичности эта реализация очень даже неплохая. Нареканий в этом плане у нас нет. Давайте по дизайну сопоставим его с Poco X3, точнее с Poco M3. Это у нас прямой конкурент. Смотрите, ко мне приехал в желтом цветике смартфон такой вот. Смотрится, конечно, похоже очень смартфон. Видите, камеры у нас здесь, модули одинаковые. Но здесь у Poco напоминают три модуля, здесь четыре. То есть Redmi 9T в этом плане у нас немного выигрывает. Хотя вот эта вот надпись Poco лично мне больше импонирует. По дизайну, в принципе, у нас смартфоны немножко схожи. А вот передняя грань у нас полностью абсолютно идентичная. Видите, вверху у нас такой же вырез под капельку, такой же разговорный динамик. Внизу подбородок такой же. Да и вообще, вы знаете, вот видите, на верхней грани они одинаково смотрятся внизу. То есть видно, что смартфоны у нас, по сути, имеют минимальные различия только вот в дизайне и в дополнительной камере. Вот так вот. Теперь давайте сопоставим этот телефон с Redmi Note 9T. Смотрите, как они различаются. Лично мне Note 9T нравится по дизайну больше. Но по габаритам, опять-таки, они очень и очень схожи. Рельефный пластик у нас и там, и там в обоих случаях. Но вот экран тут уже как бы различается в плане того, что тут у нас вырез с правой стороны, точнее, слева. Здесь капелька по центру. Лично мне больше всегда импонирует вырез. Я всегда об этом говорю. Подбородок и там, и там у нас одинаковые. Ну и как бы вверху тут уже различий у нас немножко больше. Значит, что сказать по сборке? Все хорошо. Деформации я никаких не ощущаю. Крышка нигде не прогибается. Никакой автофокус внутри камеры не тарахтит. Давайте посмотрим, как смартфон у нас смотрится непосредственно в силиконовом чехольчике. Как силиконовый чехол у нас перекрывает заднюю камеру. Все хорошо. Царапаться не будет. Передний экран тоже у нас перекрыт силиконовым чехлом. То есть здесь такие вот бортики, благодаря которым пленка защитного царапаться не будет. В этом плане все у нас в порядке. И также тут у нас такая вот заглушка под разъем, хотя при желании эту заглушку можно отрезать. Смотрится в чехольчике тоже очень даже красиво и хорошо. В общем, в целом, по внешнему виду и сборке для своего ценового сегмента смартфон очень даже хорош. Претензий нет. Работает смартфон у нас под управлением фирменной прошивки, но я и 12 версии на базе 10-го андроида. Само собой, прошивка у нас глобальная, с поддержкой беспроводного обновления, с полным переводом на русский язык. Быстренько пробежимся по основным функционалам. Здесь, в принципе, все стандартно. Темная тема у нас присутствует. По расписанию можно включить. Суть температуры дисплея под себя также у нас настроить можно, и это хорошо. Ну, вот здесь в расширенных настройках выделю безграничный экран, либо на экранные сенсорные кнопки. Знаю, что некоторым на экранные сенсорные кнопки нравится больше. Функции кнопок тоже под себя можете задать. Управление одной рукой у нас присутствует. Там сенсорный помощник. То есть, в целом, функционал у прошивки очень даже хороший. Я сильно углубляться в эту тематику не буду. Моя и, в принципе, прошивка достаточно функциональная. Google сервисы у нас здесь предустановлены. В инструментах есть FM-радио, важно. Верхняя шторка вот таким вот образом, само собой, под себя настраивается без проблем. Звонилка от Google, поэтому записи звонков, к сожалению, нет. Но вполне возможно, в будущих обновлениях она обязательно появится. Хотя не факт. Очищаем приложение с памяти по стандартной схеме. И запускаем Play Market. Смотрим, с какой скоростью открываются такие вот стандартные приложения. Как они у нас прогружаются. Как видите, все очень даже неплохо и бодро. Потом зайдем на Chrome, FOPDA, сайт тоже, смотрите. Все открывается шустро и прогружается. И YouTube. По стандартной схеме запускаем такие вот несложные приложения. Как видите, все работает стабильно и нормально. Несмотря на то, что смартфон у нас новый, вроде бы как ПО до конца не оптимизировано. Но на данный момент я никаких глюков и вылетов различных приложений не заметил. Так что в целом ПО работает сейчас хорошо. Давайте проверим работу сканера четков пальцев. Встроен у нас боковую кнопку питания. Смотрите, отрабатывает вполне адекватно и нормально. Функция Face Unlock тоже работает адекватно. Не мега быстро все это дело отрабатывает. Но в целом таких вот раздражающих факторов лично я не вижу. Работает смартфон у нас под управлением процессора Snapdragon 662. Здесь неправильно указано. Он у нас восьмиядерный. Имеет 4 дра Cortex-A73 и 4 дра Cortex-A53. Графический чип Adreno 610. Разрешение Full HD+. Плотность пикселей при диагонали составляет 395 ppi. Оперативной постоянной памяти в моем случае 428. Но также у нас есть версия на 4.64. Теперь касаемо датчиков. Значит, у меня в смартфоне модуля NFC нет. Но вообще этот аппарат у нас выпускается и с модулем NFC, и без модуля NFC. То есть, если для вас NFC важен, обращайте внимание при покупке, чтобы у вас была модификация с NFC. По остальным датчикам тут у нас тоже все в порядке. Гироскоп, освещение, приближение, все у нас здесь есть. Мультитач полноценный 10 касаний. Wi-Fi модуль тоже хороший. Поддержка полосы в 5 ГГц у нас здесь имеется. Теперь смотрим на результаты тестов Antutu в сравнении с Poco M3. Там такой же процессор стоит Snapdragon 662. И сравнение с Redmi Note 9. Там уже процессор более высокого ранга Dimensity 800U, который на порядок больше набирает баллов в Antutu. Теперь далее смотрим Geekbench 5-й версии. Тоже показатели наравне с Poco M3. Далее графические возможности 3DMark. Оцениваем возможности точь-в-точь, как на Poco M3. Естественно, Dimensity у нас на голову он впереди. И теперь посмотрим на результаты 6-7-минутного троттлинг-теста на 100 потоков. Вот здесь ситуация, не сказать, что прям-таки сильно плохая, но и не сильно хорошая. Вот как-то, видите, Poco M3 будет немножко себя лучше показывать. Хотя тоже у него просадки есть. В целом, как бы, особого такого падения производительности я здесь не наблюдаю. Нормально, адекватно. Но вот Dimensity 800U значительно лучше себя показывает. То есть там система охлаждения на порядок лучше, чем в этих двух аппаратах. Далее смотрим на тест скорости оперативной постоянной памяти. Ну, показатели, опять-таки, в сравнении с Poco M3 у нас одинаковые. Разницы нет. Dimensity у нас и Redmi Note 9T у нас вырывается вперед, опять-таки, на голову. Далее давайте коснемся непосредственно нашего экрана. Значит, выбираем канделный метр квадратный. Выставляем яркость на полный максимум и оцениваем. Смотрим. 92 кандела у меня максимум выдавало. Такие же показатели и на Poco M3 у меня выдавало показатели. На Note 9T тут у нас под 140 кандел выдают, 145. То есть по запасу яркости экран не сильно мощный. Такой не сильно яркий. И средняя яркость тоже где-то выставлять нужно где-то на вот этом уровне. То есть не прям-таки поровну вот так вот будет. Минимальный порог яркости комфортный. Так что экран нормальный, но по запасу яркости хотелось бы, чтобы он был немножко получше. Далее давайте посмотрим на непосредственно, что у нас по углам обзора. Смотрите, насколько у нас углы обзора у этого экрана неплохие. Ну, в принципе, да, относительно неплохие углы обзора. Но вот по яркости и насыщенности тут немножко, я бы сказал, что смартфон в проигрыше. Давайте лоб в лоб сопоставим с Poco M3. Смотрим, насколько различаются экраны. Тут еще от запаса яркости, конечно, как я поставил. Вроде бы как отрегулировал яркость на одном уровне. Давайте посмотрим. Вот так вот тут. И вот так вот тут. Как я вижу, два абсолютно одинаковых экрана. Что на Poco M3, что на у нас Redmi 9T. Углы обзора. Два одинаковых экрана. То есть дисплей, я думаю, что в этих двух моделях взаимозаменяемый. Если сравнивать с Note 9T, то тут уже, конечно, дисплей у нас будет поярче. Вот смотрите, опять-таки, выставляю яркость примерно на таком же уровне, как и здесь. Да, и вот здесь видно, что тут все-таки экран поконтрастнее, поярче. Более высокого ранга. И углы обзора у него лучше. Так что видно, что на Note 9T экран более высококачественный. Здесь же он не сильно плохой, но и не сильно отличный. По разрешению все хорошо, но вот по яркости, по запасу яркости немного тускловатый. Работает смартфон у нас во всех необходимых сетях и поддерживает все необходимые бенды, в том числе 7 и 20. Качество разговорной динамики и микрофона ничуть не сплоховало. Отлично слышал собеседник, и он тоже меня слышал без каких-липомех. Звук в наушниках тоже на достаточно высоком уровне. Поддержка кодека IPTX есть, а это значит, что сможете насладиться качественным, хорошим звучанием, если у вас есть качественные, хорошие наушники. Давайте проверим звучание внешней динамики в сравнении с Redmi Note 9T и в сравнении с Poco M3. Напоминаю, что у всех трех смартфонов у нас стереозвучание работает. «Продолжение следует...» Ну что я могу сказать, друзья, у всех трех смартфонов динамики абсолютно одинаковые, как по запасу громкости, так и по частотному спектру, то есть во всех трех случаях хорошее качественное стереозвучание, объемный звук распространяется не только на переднюю грань, но и на боковую, так что в целом внешний динамик тут не сплоховал, работает годно. Давайте произведем GPS-тест нашего смартфона. На улице сегодня пасмурная погода, срывается дождик. Как видите, несмотря на такие вот тяжелые условия для GPS-навигации, спутники ловит он отлично. В районе 20 спутников определяет, GPS-гоноса бедов, поддержка есть, так что с навигацией здесь полнейший порядок. Значит, в игровом плане смартфон, конечно, не блещет, благодаря вот высокому разрешению и не сильно мощному графическому чипу смартфон в играх себя показывает на таком вот среднебюджетном уровне. Я бы так, наверное, характеризовал. Вот смотрите, Asphalt 9, я выставил среднюю графику и ощущается подтормаживание. То есть для того, чтобы комфортно играть, вам графику придется выставлять на минимальном значении. Это касается, в принципе, и PUBG. Там тоже на таком вот среднем уровне, на балансе графику лучше выставлять на минимум, потому что даже на таких вот средних показателях будет ощущаться подтормаживание. Да и в танке на среднем минимальных лучше играть вот где-то так. То есть в тяжелые игры, конечно, поиграть сможете, но графику вам придется выставлять на среднем минимальных значениях. Это касается и POCO M3. У него такой же графический чип и такое же разрешение, поэтому с играми они один в один справляются. Если говорить за Redmi Note 9T, то там просто процессор значительно мощнее, поэтому в такие игры, как Asphalt 9, танки и такие игры, как какие-то у нас папка Asphalt 9 и что-то там еще у нас было и танки, все на максималках будет идти. Так что видите. Вот такие вот дела с играми. Графику вам придется выставлять на минимуме. Нагрев корпуса достигается в пределах 38 градусов, процессор в пределах 48. Перегрева нет. Давайте посмотрим на яркость фонарика. Выдают по 250 люкс. Для сравнения POCO M3 смотрим. Ну, в принципе, тоже наравне этих значений может быть самую малость похуже. И Note 9. Note 9 тоже, в принципе, на уровне 250 люкс у нас значение выдает. Так что, в целом, в принципе, фонарики во всех трех смартфонах стоят примерно на одной ступени. Теперь по камере. Камера у нас имеет здесь 4 модуля. Основной объектив на 48 мегапикселей, кстати, такой же сенсор, как и у конкурентов. Также есть портретный с макрообъективом, но они такие вот больше номинальные. И этот смартфон может похвастаться наличием широкоугольного объектива. К сожалению, POCO M3 и Note 9 широкоугольника не имеют. И в этом плане они немного в проигрыше. Что могу сказать по интерфейсу? Это, в принципе, стандартный интерфейс, искусственный интеллект, HDR. Запись видео максимально поддерживается в Full HD разрешении 30 кадров в секунду. Но при всем при этом стабилизации у нас нет, это плохо. Портретный режим. Запись видео у нас, точнее, есть ночной режим, 48 мегапиксельный режим. Ну и куча там различных режимов. Таймлапс, панорама. То есть, в целом, в принципе, функционал относительно неплохой. Что могу сказать по основной камере? В принципе, фотографируют наравне с POCO M3. Наверное, в большей мере зависит от того, как вы держите смартфон. То есть, бывает, снимки получаются более удачные, бывают менее удачные. Но в целом, это уровень того же POCO M3. Note 9 основной сенсор, как по мне, фотографирует немного лучше. То есть, там обработка за счет процессора немножко лучше идет. И поэтому фотовозможности основного объектива там самую малость вырывается вперед. И, кстати, в Note 9 у нас стабилизация при видеосъемке есть. В POCO M3 и в этом смартфоне стабилизации при видеосъемке у нас нет. Так что, видите, смартфон у нас в этом плане немножко в проигрыше. По фронтальной камере. Она на 8 мегапикселей. В целом, претензий к фронталочке у меня нет. Она достаточно неплохая по резкости. Но вот разрешение 8 мегапикселей слабоватое. Хотелось бы больше. 13 это было бы оптимально. 8 немножко маленько. Ну, хотелось бы больше. Но сказать, что фронталочка плохая, я не могу. Так что, в целом, все относительно неплохо. Смотрите примеры фото и видео в сравнении с конкурентами. И оценивайте все сами. Произведем тест камеры нашего смартфона. Запись, где производится у нас Full HD разрешение. Что у нас с фокусировочкой. Фокус определяет достаточно быстро и корректно. Стабилизации, к сожалению, нет. При ходьбе картинка будет дрожать. Поэтому придется использовать только Google Photo по стабилизации. Это печально, но ожидаемо для этого ценового сегмента. А цифровой зум у нас шестикратный. В принципе, детализация такая вот средненькая, относительно неплохая. В общем, видео, ну, неплохо снимает, но жалко, что нет стабилизации. Придется только пост стабилизировать картинку. Далее давайте проверим запись видео с фронтальной камеры. Full HD разрешения, стабилизации также у нас нет. В общем, в принципе, тоже снимать можно, но придется использовать Google Photo для того, чтобы картинка была более стабильной. Теперь давайте проверим запись видео при комнатном освещении. Насколько хорошо себя ведет камера. С фокусом все хорошо. Дальний объект съемки. Выключим свет. Посмотрим, насколько у нас светосильная апертура. Ну, такое, в принципе, относительно неплохо. И с фокусом тут тоже все в порядке. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Note 9T будет немного хуже себя показывать, потому как у него аккумулятор с меньшей емкостью. Но там техпроцесс у процессора лучше, поэтому не сказать, что прям-таки он сильно проигрывает по КМ3 этому аппарату. Быстрая зарядка у этого смартфона поддерживается, но она не мега-быстрая. Благодаря тому, что у нас здесь емкий аккумулятор, на 6000 мАч смартфон заряжается не сильно-то уж и быстро, но недолго. Итак, друзья, подведем итог. Как и всегда, для того, чтобы выводы были наглядным, структурированным и объективным, воспользоваться нашей сравнительной таблицей со всеми характеристиками. Что тут можно сказать про данный аппарат? Ну, по сути, это тот же ПОК М3, только в другом дизайне, с наличием широкоугольного объектива и с возможностью взять этот аппарат с модулем NFC. Все. И при всем при этом он стоит на данный момент на 20 долларов дороже. И опять-таки, не у всех продавцов этот смартфон продается с модулем NFC. То есть, нужно обращать внимание. Вот, если переплачивать, сравнивать с ПОК М3, ПОК М3 сейчас, по-моему, 140 долларов стоит, этот стоит где-то 160. Ну, вот, как бы 20 долларов переплачивать чисто за широкоугольный объектив невыгодно. Если покупать за 160, то только с модулем NFC. Это такое вот мое субъективное точка зрения. По достоинствам этого аппарата я бы выделил автономность отличную, в принципе, относительно неплохую камеру, стереозвучание, вот, главный, наверное, такой вот плюс этого смартфона. Ну, а так, что еще сказать, в принципе, Full HD разрешение тоже достаточно неплохо и хорошо. По недочетам я бы выделил, наверное, немного тускловатый экран, отсутствие стабилизации при видеосъемке и отсутствие индикатора событий. А так, в остальном смартфон очень даже хорош. По NFC, опять-таки, тут нужно смотреть. Если вам нужен NFC, то ищите аппарат с модулем NFC. Если для вас NFC не приведите, то, по сути, можно взять тот же ПОК М3, потому как он сейчас дешевле и особого смысла в широкоугольном объективе лично я не вижу. Но там, сколько людей, столько мнений. А касаемо Note 9T, он, безусловно, будет на голову входить и ПОК М3, и Redmi 9T, в частности, благодаря своему процессору. Но сказать, что, прямо-таки, если вы не ставите, делаете ставку на мощи и процессор, то, мне кажется, и этого смартфона, или ПОК М3 вам тоже будет вполне достаточно. В общем, такова моя точка зрения. С вами не повод данный строй, спишите в комментариях. Также не забывайте принимать участие в вопросах ВКонтакте, и ставьте лайки, если хотите поддержать данный канал. Ну, а я недолго прощаюсь. До скорой встречи!